Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Ян Дарджан. Севдоним Жан Эдуардо Дарджана. Родился 15 октября 1824 года Ксенсерви. Умер в 1899 в Париже. Художник, французский иллюстратор. Его отец Клод Дарджант, иммигрант из Квотарингии. Кожевник, его мать Маргарита Перион, Клементина Робе, дочь трактирщика Пьера Робе. Тоже руководила почтовым отделением и табачной фабрикой. Яну было два года, когда умерла его мать. Его отец снова женился и ребенка воспитывала бабушка и дедушка. Перион Робе, дед по материнской линии, бывший моряк, поручает его одному из своих дядей, Томасу Карамушуану, учителю Плуаре, где у него будет в качестве одноклассника Франсуа Мари Рюзель, поэт, фольклорист, затем архивист, который останется его другом. Был студентом колледжа Сен-Жозеф Ландерна, учился в институте Ноттердам де Крейцер Сен-Поль де Леоне. Его дед хотел сделать из него моряка, но Ян предпочитал математику рисования. Стал первым рисовальщиком в Бресте в общественной строительной компании Даниэль. После экзаменов он поступил в управление мостами и дорогами, затем перешел в западную железнодорожную компанию, которая должна была построить линию железных дорог между Марлеей и Брестом, где она отвечает для проведения топографических изысканий. Считается, что он самоучка, он никогда не был частью школы, что могло нанести ущерб его карьере. В 1849 году Эмма Луизе Эулали Криньон родила ему сына Эрнест, которого Ян Дарджент не знал, пока Эмми не умерла в 1861 году. По настойчивым просьбам сына издателя Фурне, угадавшей его талант, он ушел в отставку из железнодорожной компании, чтобы посвятить себя своему искусству и качестве иллюстратора переехал в Париж. В течение 10 лет он продолжает свое художественное творчество и с 1851 года безуспешно выставляется каждый год в Парижском салоне. Я зачитываю переводную Википедию. Дружил с соперником Гюстом Доре. Был очень продуктивным иллюстратором для таких журналов, как Франц Иллюстрей, Музей де фамилии. Недалеко от Сен-Поль-Леона, Криакандре, он построил виллу на том самом месте, куда школьникам из Сен-Поль приходил гулять по четвергам и воскресеньям. В 1867 году женился на Эжени Антуанетте Стефани Матье. Музыкант, музыкант, дочери художника Эжена Матье и директора издания Ре Франц Иллюстрей. С 1869 по 1878 ему было поручено оформить несколько церквей. Надо отметить, что его работы неравномерны, как здесь написано. Был избран рыцарем почетного легиона в 1877 году. Когда в 1898 был создан Бретонский региональный союз, он согласился стать первым президентом секции изящных искусств. Умер 19 ноября 1899 года в Париже, вероятно, от тромбоэмболии, легочной артерии. Похоронен в Сен-Серве. Ему посвящен музей на его родине Сен-Серве. Несколько лет назад были восстановлены все фрески Кемперского собора, выполненные Ян Дарджентом. Это позволило забытому художнику выйти из анонимности. Его имя носят многие улицы Британии. Ну вот так, вкратце, конечно, с переводной википедии о художнике Ян Дарджент. Псевдоним Жан Эдуарда Дарджана. Художники и французском улюстраторе. Пока-пока, до свидания. Все хорошо. Смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok